МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом центре Москвы, в архитектурном памятнике XVIII века, в так называемом поместье графа Ивана Остермана, ровно 36 лет тому назад развернул свою экспозицию Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Сегодня в его фондах хранится более 250 тысяч первоклассных произведений искусства. Есть среди них и работы наших узбекских мастеров. Коллекция музея поражает своим разнообразием, и это собрание дает полное представление о развитии декоративно-прикладного искусства, начиная с XVII века до наших дней. В 1999 году музей объединил свои фонды с собранием Музея народного искусства имени Сергея Морозова, формирование коллекции которого было начато еще в 1885 году, когда в России был создан так называемый Кустарный музей. История очень интересная и связана как с историей меценатства-подвижничества XIX века. В Москве был организован почти 140 лет назад Кустарный музей, преемником которого является Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. В фондах музея сохранились редкие фотографии 20-30-х годов прошлого века с постоянно действующей выставки Кустарного музея. Уже тогда в его экспозицию входила Восточная комната, где были представлены произведения декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Более того, в начале XX века сотрудники Кустарного музея не раз выезжали в Узбекистан с инициативами по сохранению традиционных промыслов. Так, начиная с 1914 по 1917 год, были предприняты попытки организовать в Ташкенте керамическую школу и Туркестанский кустарный комитет. Как интересны и сложны были пути создания, то есть судьбы художников, судьбы создания непосредственно вещей и история признания вот этих замечательных художественных шедевров. Сегодня в коллекции музея хранится произведение мастеров старинных художественных центров Узбекистана. Первые экспедиции исследователей в Самарканд и в Бухару, Фергану и Евхеву состоялись еще в 1920-е годы. Но основная часть коллекции узбекского искусства сформировалась в музее к концу 30-х годов прошлого столетия. Процесс сам по себе был очень важный, многозначительный и очень красивый, я бы так сказала, что отбирались вещи мастеров. Это первоклассные высокохудожественные вещи из Узбекистана, узбекских мастеров. Это дерево, конечно, это ткачество, это удивительные высокохудожественные, в смысле живописного решения, орнаменты. Идет эта волна большого интереса и понимания глубин и красоты искусства Востока, в том числе и Центральной Азии. Уникальность коллекции узбекского искусства в этом музее еще и в том, что буквально все произведения экспонировались в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Конечно, узбекские мастера не раз демонстрировали миру свое творчество в том же Париже в 1925 году, а позднее и в Нью-Йорке. Но выставка 1937 года поистине стала звездным часом узбекского искусства. Народные мастера из Узбекистана завоевали тогда пять премий. Две гран-при, одну золотую и две серебряные медали. Когда вот это показали, конечно, восторг, удивление, восхищение, желание узнавать больше о узбекских мастерах и художниках, оно вот, собственно, было возбуждено. Но это был триумф. Таким образом, в музее было сформировано репрезентативное собрание работ узбекских мастеров. На Парижской выставке 1937 года широко были представлены резьба и роспись по дереву мастеров Ташкентской и Хивинской школы. Художественная обработка дерева – это одно из древнейших ремесел Узбекистана. Местные породы дерева – чинар, карагач, тут, орех – отличались многообразием фактур и рисунков. Резные колонны и двери 18-19 веков, созданные в Хиве, богато орнаментированы. Их рисунок отличается виртуозным техническим исполнением. Они сплошь покрыты сложным переплетением стеблей и листьев, изящным растительным орнаментом, который на Востоке еще в средние века называли ислеми. Другой вид орнамента геометрически его называли паргуари. Им в основном украшали мебель. Состоящая из пяти створок ширмы была создана ташкентским мастером на Срединном Зеякареевом в 1936 году. Ее ажурный орнамент собран без единого гвоздя. В собрании музея есть первоклассная коллекция расписных столиков мастеров Алимджана Касымова и Сулеймана Хаджаева. Они были созданы в 30-е годы прошлого века. Богатой, насыщенной по колориту росписью украшались многочисленные шкатулки и музыкальные инструменты. Уникальным художественным оформлением отличается седло, созданное мастером Йокубджаном Рауфовым. Оно инкрустировано костью и украшено изысканной росписью и резьбой. Практически все эти произведения узбекских мастеров и были удостойны наград на Парижской выставке 1937 года. Когда мы работали с материалом Всемирной выставки Парижа 1937 года, хранится в Музее декоративно-прикладного искусства уникальный архивный материал. Это фотографии экспозиции, это все подготовительные документы, когда шли дебаты комиссии российской, которая отбирала, кто поедет, какие республики будут представлены. Узбекистан проходил просто единым голосованием. Прекрасные мастера мы фотографии, биографии нашли в наших архивах. В документах архива сохранились факты о том, как оформировались коллекции вышивок, ткани и золотого шитья. Более 60 тюбетеек из Маргелана, Чуста, Шахрезяпса, Ферганы и Коканда поступили в собрание музея как экспонаты для Парижской выставки. Они вышиты хлопчатобумажными и шелковыми нитями, в традиционном ироке. Тюбетейки поражают разнообразием форм и мотивами орнамента. В коллекции узбекского искусства несомненную ценность представляет золотое шитье. Это мужские и женские халаты и тюбетейки. Этот великолепный мужской халат был создан в Бухаре в самом начале 20 века. Традиционно искусством золотого шитья в Бухарском Эмирате занимались исключительно мужчины. И это ремесло передавалось от отца к сыну. Но в 30-е годы эта традиция уже утратила свою силу. В архивных документах музея есть уникальная фотография, где старейший золотошвейный мастер Рахмат Мирзаев обучает этому искусству свою ученицу Муслиму Муминову. В музее гордятся коллекции шелковых ханатласов и полушелковых абровых тканей. Их производство в Узбекистане известно с древних времен. Эта коллекция музея также связана с подготовкой к всемирной выставке в Париже. Уже тогда специалистов по текстилю поражала живописность многоцветных композиций и высокое качество созданных вручную ткани. Мне очень дорога и рукотворность этой культуры, и удивительное понимание красоты мира – это то, что дает природа. Поэтому мне кажется, что эта теплота рук и теплота понимания мира и нашего места в этом мире несут произведения, в том числе и те, которые мы носим. Коллекция женских украшений представлена двумя региональными самобытными школами – Ташкентской и Бухарской. Все эти произведения демонстрируют виртуозное владение узбекскими ювелирами техникой тиснения, чеканки, пилиграни, гравировки, золочения и инкрустации цветными эмалями. В архивных материалах не сохранились имена ташкентских ювелиров, но в этой коллекции бухарские произведения практически все персонифицированы. В 30-е годы в Бухаре работала ювелирная артель «Кзель Магданчи». Вот эти серки созданы мастером Шарифом Бакаевым. А это серебряные нагрудные украшения «Ноазики Ардан», инкрустированное эмалью и украшенное кораллами, было сделано ювелиром Агатом Санатовым. Бало-абру – это авторское исполнение традиционного налобного украшения. Оно символизирует крылья Анахиты, богини, глубоко почитаемой в древности. В ювелирных украшениях с тех далеких времен переплелись мир сакральных символов и поэтических образов. Камни были своеобразным оберегом. Их разноцветное сочетание создавало, по поверьям, мощное защитное поле вокруг обладателя украшений. Лалы или стеклянные вставки красного цвета символизировали жизненные силы, чистоту и женское начало. Неотъемлемой частью культурного наследия Узбекистана является произведение из художественного металла. Эта коллекция не столь многочисленна, но представлена первоклассными произведениями. После триумфальной выставки в Париже в фонд музея был передан этот «дастшуй» – традиционный предмет для умывания. В коллекции металла есть и произведения 19 века. Это традиционные великолепные кувшины – чай-дыш и автоба. Как правило, произведения из металла создавались тремя мастерами. Медники делали форму, литейщики – ручки и кончики носиков, чеканщики украшали предмет чеканкой и гравировкой. Неизвестным коканским мастером был создан этот совершенный по форме и изысканный по своему орнаментальному украшению чеканный сосуд с крышкой. Как правило, растительной мыслеме заполнялись медальоны и розетки. Нередко эти изделия украшали зооморфные мотивы в стилизованном виде. В коллекции музея керамика представлена в основном произведениями 30-х годов. Формы изделий, изготовленных на гончарном круге, относительно однотипны, но особенностью узбекской керамики является выработанной за многовековую историю традиции цветовых и орнаментальных решений. Для ферганской хорезомской керамики, где применяют ишкар, щелочную глазурь, ее получают из золой травы, ушнан, характерно голубые и зеленые цветовые предпочтения. В Самарканде, Бухаре и Ташкенте преобладают желто-красные, коричневые блюда. В этих центрах использовали традиционную свинцовую глазурь. Но в каком бы городе не создавали керамику, она всегда отличалась отточенностью форм и богатством колорита. Эти фотографии сохранили нам облик старых, прославленных мастеров-керамистов Усто, Джуракулова, Тураба, Миралеева, Рустам Бобо и Гембердеева, настоящих хранителей народных традиций. В собрании керамики особое место занимают игрушки-свистульки сказочного содержания. Издревле их лепили в селении Уба под Бухарой. Это игрушки широко известных мастериц Хамру Рахимовой и Кубару Бабаевой, которые создали в этом селении свою школу. Надо сказать, что коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства формировались по принципу художественной ценности произведения. Этот материал, который мы заново открываем, это живое культурное наследие, тоже должно войти своими именами в рамки этого проекта. Сколько интересных судеб, сколько интересных историй и сколько замечательных памятников создано ремесленниками, художниками, причем не только узбекскими или рожденными на этой земле, но те, которые приехали, прикоснулись к этому наследию и в которых произошло трансформация художественного творчества. Особое место в экспозиции музея занимают произведения русских мастеров, работавших в Узбекистане и испытавших в буквальном смысле на себе магическое влияние культурного наследия этой древней земли. Это авторская фарфоровая и фаянсовая скульптура, которая была создана на знаменитых российских заводах еще в 20-е, 30-е годы прошлого столетия. Как русские художники 20 века открывали для себя Восток, и как много это дало русским художникам, упоение этой культурой, этой страной. Они приезжали туда с экспедициями, с миссиями, кто-то приезжал во время ссылки, когда у нас была тяжелая пора, кто-то приезжал в эвакуацию, и какой после этого был взлет в их творчестве, как влияла на них эта культура. Проект «Культурное наследие Узбекистана» открыл и малоизвестные страницы творчества русских художников, в жизни которых Средняя Азия сыграла немаловажную роль. В этой связи особый интерес представляет серия подносов с этнографическими сюжетами на узбекские темы. Их автор Мария Нестерова. Чем интересна биография этой художницы? Дело в том, что она родилась сама в Самарканде. В 1897 году, мы даже знаем точную дату, 10 сентября, там же она закончила женскую гимназию в Самарканде, потом уехала на два года учиться в рисовальную школу Киева, затем продолжила обучение в Петербурге, и не просто в Петербурге, а в рисовальной школе Общество поощрения художеств, очень известной школе с много, так сказать, с вековым практическим авторитетом, который готовил лучших художников. Исследователи утверждают, что значимость этих подносов в том, что они созданы в контексте искусства арт-деко. У нас уникальная фактически коллекция ее подносов, но, что интересно, по, опять-таки, старым документам, мы знаем, что она писала только эскизы, будучи отправлены в Кустарный музей в специальную командировку на место своего рождения в Самарканд. Она создала ряд работ, которые послужили образцами для мастеров Жостова и Федоскина. Благодаря сотрудничеству с масштабным международным проектом культурное наследие Узбекистана в собраниях мира, научные сотрудники Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства провели новые исследования практически всей узбекской коллекции. Для нас, конечно же, как для музея, это возможность еще раз подробно рассмотреть вот эту замечательную страницу высокохудожественных видов декоративного искусства Узбекистана, Атрибуция которых действительно может быть еще раскрыта, расширена, где-то уточнена, где-то, я не исключаю, переименована. То есть, конечно, мы когда занимаемся пристально, особенно с консультантами, собственно, из Узбекистана, со знатоками, которых, может быть, ранее не вовлекали в этот круг, мы узнаем интереснейшие вещи, новые вещи. С помощью этого замечательного проекта часть, относящаяся к искусству Узбекистана, нами просто качественно, по-другому изучается и будет храниться. Мне кажется, что самая глобальная цель, заслуга и огромная миссия этого проекта для того, чтобы ученые всего мира пересмотрели свое понимание культурного наследия Узбекистана. Коллекция узбекского искусства в этом музее, конечно же, отражает все многообразие видов и жанров декоративно-прикладного и народного искусства Узбекистана. Многие экспонаты являются эталоном того или иного стиля, но самое главное, они ведут с нами неспешный диалог о своем времени. Это был проект «Культурное наследие Узбекистана» в музеях мира. С вами была Шахноза Ганиева. Благодарю вас за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!